И всем привет! Вы на канале Vedroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня поиграем в топовые кораблики Modern Warships. Плавать будем на самой дорогой подводной лодке со всей игры Дмитрия Донской. Посмотрите, какая она, блин, здоровая. Это просто капец. По-моему, одна из самых больших подводных лодок со всего мира. Ну, конечно же, размер и цена это не самые главные ее фишечки. Самые главные фишки это вооружение. Четыре слота ракет нету ни у кого. Только у Донского. Это просто космос. Еще в дополнение есть двойной торпедный аппарат. То есть, стреляем одной торпедкой, вылетают сразу две. И все это стоит на подводной лодке, которая может без поля подойти на нужное расстояние, разрядиться и опять уйти под воду и быть неуязвимой. Просто космически. Естественно, за это мы все платим низкими показателями прочности, скорости и маневренности на левеле. По прокачке я рекомендую прокачать вообще абсолютно все, потому что даже радаром мы будем пользоваться на максимум. По ракеткам можете поставить свармера, либо оставить 35-ки. 35-ки вылетают по две штучки, очень часто долетают до цели. Хороший урон, но очень часто заканчиваются до конца боя и приходится плавать пустым. У свармеров больший боезапас, меньше урона и не еще чаще долетают до цели. Короче, ваш выбор, что хотите, то и ставьте. Оба варианта хорошие. По торпедкам у нас особого выбора нет. Пока один образец есть. Хороший урон, высокая дальность. Одна поправочка. Дальше 10 километров лучше не стрелять. Очень часто торпеды тупят, потому что плывут большее расстояние, так как следуют за кораблем. И очень часто мажут. Так что до 10 километров лучше ими работать. Это мое такое наблюдение. Ну вот, наверное, и вся информация, которую я хотел донести по этому кораблю. Одна поправочка. Если вы новичок, ни в коем разе не покупайте неподводные лодки. Если вы выбираете, особенно первый корабль свой третьего левела. Не авианосцы. Возьмите какой-нибудь лучше эсминец, либо крейсер. Они лучше убивают ботов, лучше фармят. И в пвп себя чувствуют уверенней. Вот такой вот вам советик. Ну погнали в бой, посмотрим, как этот зверь себя чувствует в рандоме. Ну что, ребятки, поплыли. Первый шаг, это, конечно же, нырнуть нужно под воду. Потому что засвет нас не заставит ждать. Кстати, смотрите, с нами Ямато есть. Это очень здорово. Будем работать, наверное, по нему. Потому что он сейчас захочет приблизиться к нам. Это все нам на руку. Главное, отплыть немножечко подальше. Либо встать вообще за авианосец, чтобы по нам сильно не стреляли. Пацаны китайские, это хорошо. Китайцы очень классно играют. Мне нравится с ними в команде в одной быть. Так, вот уже ракеты поплыли. Или торпеды, что это. Не важно. Сейчас немного уйдем за свет. А главное, чтобы вертолетики развернулись. Потому что они уже всех спалили, кроме нас. Нам больше и не надо ничего. Так, кого мы видим? Это подводная лодочка. В дуэльке лучше с подводными лодками не вступать. Если это не донские. Потому что торпедных аппаратов у нас мало. Это по-любому смерть. Да, вообще минус такой, что, как видите, обзор у нее 6, по-моему, с половиной километров. За света. Радара. И если ты такой смотришь. О, корабли на 4 километрах все стоят. Сплываешь, а где-то заныканная подводная лодка. И она тебя, сволочи, сразу же палит. Вот мы плывем. Нифига еще не сделали. Это печально, да. А пацан уже один слился. Надо, наверное, что-то делать. Ну, ладно, давайте. В Нахимово запустим одну торпедку. Чтобы ему было весело. Кораблей я не вижу. Самолетов тоже рядышком не вижу. Так что, что? Ямато. Получай на орехи. Как ты плывешь? Расскажи мне. В какую сторону? Он стоит, стреляет. Замечательно. Вот он сейчас и будет получать. Против торпед ракеты он ничего не имеет. Ему все нравится. Поэтому пусть получает. Урончик не особо высокий. Вот сейчас он даже, смотрите, занерфил парочку ракеток. Ничего страшного в этом нет. Продолжаем гнобить его, так сказать. Расстояние высокое я даже не вижу. Да, кулдаун позволяет ему пользоваться ракетками до того, когда достигнет вторая волна ракет наших. Поэтому нужно как-то комбинировать, короче. Не все сразу пускать. Вот видите, опять не все долетели. Зато сразу же мы запускаем залп. Это должен уже долететь. Ну, рано или поздно у него эта халява закончится. Так что все в порядке. А вот вертолет скоро нас спалит. Надо немного отплывать уже в сторону. Может, вы их потеряли? Жирную цель, конечно, взяли. Надо было, наверное, слабеньких быть. Бить. Ну, ничего. Маневренность видите сами. Мы стоим на месте, но мы плывем. Как-то так, да? Что там у нас на радаре происходит? Пока все хорошо. Ямато грустит. Все остальные веселые. Я про команду противников. Ну, когда же уже эти ракеты, точнее, ловушки закончатся? У меня, кстати, смотрите, все, уже обоймы пустые. То есть, 8-9 залпов осталось. Только торпедами, наверное, урон сейчас и наносили. У свармеров таких проблем нет. Ну, все, он сдался, короче. Можно уже не пускать ничего. Он сдохнет. Надо переключаться. Или не сдохнет? Алло. Все, походу сдох. Да, сдох. Замечательно. Главное, не нам засчитали. Очень печально. Так, на 6 километров она приплывает к нам. Сейчас нас будет палить. Донской. Надо под воду уйти. То есть, по-моему, 6 километров палево идет. Ну, прям, смотрите, за нами плывет, сволочь. Расстояние не увеличивается. Ну, пусть получает. Так, ну, сейчас, ну, он, если нас не спалил, значит, не спалит. Надо вот так вот делать. Порт роял. При хорошем стечении обстоятельств ты получишь все. Ну, блин, он опять южает ловуки. С команд... О, блин, парень, парень, парень. Как тебе повезло. О, меня засветили сразу же, смотрите, плюхи пошли. Выплыл и получил. Ну, хорошо, хорошо. Я рад, я рад. Главное, мы никого не убили. Блин, мы уже в стену уперлись. Надо немного отплыть. А что, не нужно в меня ракеты пускать, господа хорошие? Я, наверное, под воду уйду. Позволите. Такое счастье. Сейчас меня душить будут. Просто пипец. Все, давайте немного вот так вот отплыем. Немного незрелищно, конечно, но это интересно. Быть в роли хищника и уже становиться потихонечку добычей. Ну, ничего, мы справимся, мы выстоим, победим. Конечно, патронов на всех не хватит, естественно. Сколько мы уже урона нанесли? Копеечки, наверное. 500 тысяч. В принципе, неплохо. Даже можно фармить. То есть, сейчас денег упадет столько же, сколько на ботах приблизительно. Главное, что мы еще ловушки, конечно, потратили. Можно вот так вот выплыть. Немного пошалить. Запустить ловушечки. Давай быстрее перезаряжайся, я же сейчас сдохну, алло. И занырнуть опять, еще починочку взять. Мы в камень уперлись или что, я не понимаю, что мы не плывем? А, ну да, мы толкаем камень, окей, окей. Хорошо припарковались. Прямо, по-моему, да, в стиле меня. Тут уже и торпеды плывут. Ну, это смерть, конечно. Так, еще одного сбили. Тут я уже ничего не сделаю. Нахимов будет душить. Варяг будет душить. Что делаем, пацаны? Гасимся под водой? Давайте, я, наверное, нормальный вид сделаю. Наконец-то посмотрим на нашу лодочку, под лодочку. Маневренности, наверное, нам не хватит вырулить. Где вы все, пацаны? Надо немного газ сбросить, чтобы развернуться. Давай, покажи пингусик. Что попало на экране происходит, конечно, да, я понимаю. Можно поближе подплыть, тогда их бомбометы у нас не... Ну, я уже сдох, короче, да. Печаль. Ну, смотрите, 722 тысячи, 173 тысячи денег мы получили. С премом было бы еще больше. Так что, в принципе, даже на Донском можно фармить ПВП. Так, мы продолжаем. Я уже погрузился, так сказать, на самое днище. Мой любимый шторм. Сейчас будем страдать. На самом деле, весело на шторме, наверное, на всех кораблях. Неважно, на подводной лодке ты или на каком-нибудь Нахимове. Всегда получаешь, всегда получается как-то неожиданно все. Короче, классная карта, мне нравится. Разноображивает игровой процесс по максимуму. Пока окучиваем Нахимова. Вертолеты рядом, так что я всплывать не хочу. Все по-стандартному. У нас есть Ямато. Ямато в моде при любой погоде. Он, наверное, сейчас везде будет, да. Так, я думаю, сейчас эту карточку проедем с таким сетапом, а потом поставим с вармеры. Посмотрим, что веселей. Ну, естественно, с вармеры будут, наверное, веселей. Мне они больше нравятся. Ну, я бы за канон, пацаны. Я вообще, чтобы все привязать и нифига не отвязывать, да. Как-то так. Чтобы сделать, допустим, разные типы X-35. Одни хорошо летят, другие хорошо дамажат. Было бы круто. Ну, это, наверное, бред психопата, да. Так, все, все ушли. Можно Асириса немного попинать. Асирис это крутой чувак же, да? Ну, по-моему, это такой знакомый. Ну, вроде не герой, да? Ну, получать сейчас будет по-геройски. Так, 10 километров надо последить за нашими этими. Ты будешь ловушки пьюзать, нет? Будет пьюзать ловушки, молодец. Зря сказал, так бы, наверное, не услышал бы. И не заюзал. Ну, ладно. 10 километров это мощно. Ловушки успеют откатиться до попадания ракет. А вот торпедки, наверное, попадут. Блин, весь свой боезапас у него сейчас разрядим. Пока счет 1-1, так что держимся уверенно. Я даже вперед начал плыть. Фантастика. Тут расстояние большое. Ну, он продолжает окучивать наши ракеты. Может, не всеми стрелять, а так по 3 штучки. А куда торпеды плывут? В меня нет? Ну, походу, нет. Нормально. Что, когда попадать будем? Сколько у меня урона? 29 тысяч. Одна торпеда попала, вторая попала. Замечательно. Давайте по одной пускать. Ну, чтобы он так боялся. Побаивался. Сейчас печально будет, если мы нарвемся на... Блин, да какая-то цель вообще жирная. Что за фигня? Давай еще. Получай. Надо нижние теперь использовать, чтобы одновременно тратились. Сейчас, блин, мы запоримся об подводную лодку и спалимся, и будем получать. Ну, давай, давай, мужик. Наверное, так лучше. Не залпами делать. А то он пугается и юзает ловушки. Это неправильно. Ну, давай, 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 получай. Так, надо, наверное, немножечко менять 4,5 километра. Сейчас спалят, блин. Представляете, сейчас затащим. Будет круто. Блин, спалили. Ничего страшного. Мы нырнем. Так, одного убили. Замечательно. Придется вот так вот сделать. Нахимов. Нахимов это плохо. Откуда еще ракеты летят? Вон отсюда. Это кто? Порт-Роял, там еще торпеды. Но это, конечно же, ГГ. Тут уже ни дать ни взять. Плюс еще самолетики нас окучивают. Но это смерть. Можно по-геройски ее встретить. Как-нибудь вот так вот. Ну, епаразаде. И вот как с ними бороться? Наверное, никак. Да. Это печально. Очень быстро и печально. Сколько мы нанесли урона? 200. А как говорится, то густо, то пусто. Я поставил все свармеры. Посмотрим, как они эффективны. А потом следующий бой можно их закомбинировать. Будет, если время хватит. Потому что время-то уже на самом деле. Ого-го. Мне домой надо бежать. Как всегда. Ничего не успеваю, да. Но хото поиграть. Винтики прикольно крутятся. Так, вертолет нас не заметит. Кстати, 4, блин, подводные лодки. Это печально. 7007. Я его уже, кстати, видал где-то, да. Знакомый ник. Одесса. У нас все какие-то крутые пацаны попались. Надо как-то не пасть грязь лицом. Уже всякие выстрелы пошли. Ну, будем работать вот с этим пареньком. Суворов. Да. Будем накидывать. Типачок. Сколько у типов радиуса радара, интересно, надо посмотреть. Меня уже спалили, так что, в принципе, пофигу. Как меня спалили? Наверное, к подводной лодке близко подошел. А почему я никого не спалил? Ой, да ладно вам, пуск ракет. А почему я не могу сделать пуск ракет? Ну, хоть кого-то спалили. Ой, свармеры очень быстро взлетают. Можно при погружении хорошо разрядиться. Пи-пи-пи-пи-пи. Все на свармерах сидят? Окей. Пи-пи-пи. Все хотят меня убить. Алло. А я могу за камушек спрятаться? Можно, можно? Ну, чтобы это. Торпедки не попали. Походу попадут. Блин, больно. И ничего не сделаешь. Вот что сделать с ними можно? Да нифига, блин. Ой, как больно. Давайте подлечимся немножко. Я могу в тебя с фармером кинуть? А куда ты делся? Покажись, мужик. А он сдох, наверное. А я что? Я не против. Блин, ну какой-то прям этот. И вот тут еще плывет. Смотрите. Радости сколько. Суворов, ты шаришь, да? Как играть? Научи меня играть на подводной лодке. А то я сейчас, походу, твои торпеды соберу. Нет! Уйдите от меня, торпеды злые. Блин, ну пипец. Они рядышком плывут. Режим был бы, либо какой-нибудь ивент. Знаете, разная глубина и только подводной лодки. Было бы, наверное, вообще жесть. Так, Донской. Не стреляй со мной, да? Так, он где? На поверхности, нет? Да, на поверхности, голубчик. Чем черт не шутит? Че, попадем, что ли? Серьезно? Донской, ты че? Ты спишь? Проснись. Ты сейчас взорвешься. Донской, шо ж ты сделал-то, блин? Так, ну, в меня сейчас, смотрите, торпедируют. Торпедировали, торпедировали, да не вы торпедировали, да? Так, че сделаем? Пацан, защитишь меня? Побыть моей стеной. Так, ладно. А где свет-то? Че он такой хитрый? Ну, кстати, смотрите, прям затащили катку. То есть, прям в сухую надо еще раз на свармерах. Играйте, я говорю, ставишь свармеры и сразу же выигрываешь. Правда, сейчас мы, наверное, это уже не переживем все дело. Надо, конечно, уходить, уходить. А кто ты там такой крутой? Покажись. Семь! Вот я и говорил, что это крутой какой-то пацан. Он меня сейчас просто торпедами уничтожит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, че сделаем? Куда отплывем? Да ладно тебе. Ты че такой душный-то вообще, пипец? Ну, сдайся. Покайся. Сдайся, покайся. Не надо меня убивать. Один как лох сдох, короче, пипец. Одесса, да, крутой у него 35 левел. Это просто жесть. Жесть, конечно, да. Я так не умею. Ладно, давайте еще раз нас в армерах сплаваем. Потому что, ну, какой-то такой странный бой получился. Поплыли опять тропики. Ну, хотя бы две подвоны лодки, а не 10 штук, да. Так, че делаем? Ну, пойдемте, наверное, в агрочку, так сказать, поиграем. На переднем плане постоим, посмотрим, как это все работает. Ой, а че так подлагивают? Это, наверное, китайцы нас дудосят. Я все понял. Не, ну классно. Смотрите, как оно работает. Вообще шикарно. Все сразу видно. И тень наша вон стоит. И вот эти вот волны по кораблю просто вообще шикарно. Было хотя бы чуть-чуть слышно. Потому что запись идет с динамика в микрофон. Вот так вот, да. По Финди Боберному. Музыка тут противопоказа. Зачем я всплываю? Я не посмотрел на радар. Меня сейчас... Ну, вот это, короче, реально этот агрессивный способ. Поплыл на смерть. Спалился перед всей авиацией. Сейчас авиация в меня полетит. А может, я сейчас нырную и все меня забудут? А я еще нырять не умею? Окей. Бой чисто такой. Лайтовенький сейчас будет. Так, пацан выходит на линию атаки. Хочет получить наши сфармеры. Получи, 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 получи. И я ныряю. Ой, как больно. А торпеды что, в меня плывут? Ой, что, я сейчас сдохну? Да ладно вам. Я не сдохну. Я так быстро не дохну. Вот сейчас только в камень врежусь, блин, и сдохну. Нет, заворачивай. 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 Так, это Ульяновск? Или не Ульяновск? Я не вижу. Покажите, кто ты. Если Ульяновск, он нас сейчас гранатометами расфигачит. А все, наша тима, наверное, думает, какой дебил на Донском нафига он туда поплыл вообще. Я сам не понимаю, зачем я туда поплыл. Ну, таков путь, наверное. Да, гранатометы пошли, походу. Сейчас меня задушат. Или от Нахимов стреляет. Ну, чисто они думают, что профессионал, киберкатлета плывет. Я сейчас даже так не попаду. Нет, это этот Форд. Форд, Форд, Форд. Я заметил Форд. Уже легче. Давай, разрядись, мужик. А что, если я сейчас возьму? Всплыву как? Как всплыву, как напугаю? Hello, my friend. Hello. Получай на пироги. Чисто такая, знаете, рога, как в каких-нибудь ммошках. Вышел, в спину ударил. Только урон-то где? А, ну все, урона хватило. Я рад. Ой, я что, я хочу погрузиться. Погрузиться в этот геймплей хочу, да. Ну, прям жесть, смотрите, ребятки. Сейчас, если еще хилочка пройдет, вообще замечательно будет. Ну так, по чуть-чуть дамажим. Нормально. Нормал дес. И что вы мне сделаете, самолетики? Ничего. А я вас подушу. Блин, там торпеда плывет плохо. Она, кстати, похоронная плывет по ходу жизни. А кто мне 49 тысяч? Не, мало какие торпеды 49 тысяч дамажат, так что все хорошо. Короче, агрессивный геймплей. Ну, естественно, он возможен из-за того, что у нас Тима-то опять доминирует. Ну, зато мы не вдалеке стоим. Мы не гасимся. Мы гасим сами, да. Вот так вот. Ой, хорошие ловушки. Как раз вовремя. Душим, пацана. Душим, пацана. Сейчас сами задушимся. Давай быстрее душись. Замечательно. Хороший бой. Я еще хочу поиграть. Сейчас я два этих поставлю. 35-ки. И ворвемся в бой. Да, ребятки, опять шторм. Но я думаю, это и к лучшему. Сейчас быстренько закончим. И сделаем какой-нибудь вывод, если опять ничего не забуду сказать, да. Так, все по-стандартному. Мы уходим вглубь. Можно даже к пацанам прижаться, чтобы было меньше. Мне больно. Надо будет на Донскову все типа ракет поставить и протестировать. Слоты позволяют. Это круто, да. Посмотреть, что эффективнее. Так, вертолет давай, уходи отсюда. Не мешай. Уйди, плеер. Вот что вот так вот близко плыть? Как мне всплывать беспалево? Две подводные лодки против нас. Это плохо. То есть, если мы спалимся, они могут торпедами нас душить. Даже если мы под водой будем. Так что, лучше лишний раз не палиться. Четыре километра. Ну, это безобразие вообще полное. Кто так играет на шторме? Надо гаситься по краю. Светляк, блин. Задушил меня своим телом. Просто присутствуем своим. Задушил. Мы потихонечку отдаляемся. Да, с новой об новой поставят вышки, скорее всего. Потому что очень много уже в видосах промелькивают эти вышечки. Так что, надо ждать, встречать. А что вы по месту? Ого, здорово, мужик. Колбаса такая надо мной проплыла. Так, ну он, скорее всего, сдох. Он, скорее всего, сдох. Это значит... А как меня спалили? Данской! Здравствуйте. А вы что такие наглые-то? Погоди. Ну-ка, давай всплывай. Кто меня спалил? Данской, ты меня спалил? Какашка. Ты сейчас офигеешь. Меня то ли интернет лагает, то ли я лагаю. Ладно, пофиг. Нахимов, получай свои ракетки. Данской получает свои торпедки. Потому что... Так. Так вот сделаем на всякий случай. Случаи всякие бывают. Так еще интереснее. Я пока эффективность не особо заметил. Потому что мы спамим. Некогда засекать что-то. Так, Данской сдохнет по-любому. Вот он. Видите, что творит? Вытворяет. Что, какие кренделя? Ракеты по мне летят, нет? Походу, по мне. Давайте так сделаем. Ну и хорошо. Перестраховались. И ладненько. И, наверное, немножечко надо погрузиться. Погрузиться, говорю, надо немножечко. Света не хватает мне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я сейчас торпедами получу. Ну, с Данским-то надо как-то дуэльку провести. Давайте назад. Торпедный путь будем удлинять. Я понимаю, это не выход. А если мы всплывем? Я видел, как китайцы уворачиваются от ударов при всплытии. Блин, я сейчас дохну. Кек-чебурек. А кто остался? Кто-то такой хитрый. Портроял. Это не тот, который в самом начале танковал и рашил. Ну, держись, чувак. Я прям соляру вырубил, смотрите. На азоте плывем. Ну, что, ребятки, какие итоги? В принципе, пофиг, какими ракетами стрелять. Со всех ракет весело, да. Сам корабль топовый. Я думаю, даже мастхевный, если у вас лишние деньги есть, конечно, обязателен к покупке. Если вы новичок, то лучше взять что-нибудь другое, что я говорил в самом начале. Если вы мою болтовню пропустили, то вернитесь, послушайте. Может быть, что-то полезное подчеркнете, да. Ну, а так пока что на этом все, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. Скоро продолжим на каком-нибудь крейсере, либо эсминце. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok